Ну а сейчас, в этом году Таллинский городской театр отмечает юбилей. Ему исполняется ни много ни мало 50 лет. Мы поздравляем главного режиссера театра Эльма Нюганина с этой круглой датой. Заодно обсудим не только деятельность театра, поговорим о кино, ведь фильм 1944 представит нашу страну на Оскаре, и затронем другие темы. Доброе утро. Доброе утро. Эльма, я не могу начать с вопроса вот какого. Вы режиссер, актер, можно перечислять очень много. Человек, который владеет и русским, и эстонским языком. Сегодня многие театры сотрудничают с нашим русским театром. Это театр НО-99 и другие эстонские театры. Также и наш театр. Как будет развиваться это сотрудничество? Ну, расскажу вкратце, потому что времени немного у нас. Одна совместная работа с русским драмтеатром, это была идея молодых актеров нашего театра, другого поколения. Они даже не, как бы не вашего, еще моложе. Еще моложе. Еще моложе. Есть такие люди. Идея, их взгляд на такой процесс, который можно назвать словом интеграция. То есть, возможно ли она вообще, как она происходит. И все наличным опытом. И молодые актеры с нашего театра, их 3-4 человека, и 3-4 человека с русского драмтеатра тоже молодые. На своем опыте пытаются изучить эстонский или русский язык и сделать совместный спектакль. В апреле следующего года он будет, будет премьера. И название будет довольно интригирующее. По-моему, рабочее название пока «Апрельский мир». Очень интересно. Если учитывать, что у нас есть апрельские события, то «Апрельский мир» это очень символично. Я так понимаю, что эти две вещи будут связаны в этом спектакле. Ну что ж, это планы далеко идущие. Планы сегодняшние. 23 года вы являетесь главным режиссером городского театра. Практически половина срока его существования. Что самого запоминающегося за этот срок можете привести? 23 года это очень внушительная дата. Очень. Слишком. Наверняка были какие-то взлеты, какие-то падения. Ну, я думаю, я помню первый такой момент усталости, который пришел довольно быстро. По-моему, уже через два года или полтора года я уже первый такой кризисный момент. Он, конечно, детский кризис был, я думаю. Ну, а так вот так все идет как-то. Если поинтересоваться в кассе Ленина театра, городского театра, то можно выяснить, что там билеты практически все раскуплены. Их никогда нет. Нет, выкупаются 1-го числа всегда, каждый месяц. 1-го числа идут в продажу, и они довольно быстро покупаются все. Как удалось добиться такого бешеного успеха? Это публика очень чувствует большой интерес к вашим спектаклям. Ну, я думаю, что, может, два таких основных момента. Один, это, наверное, то, что у нас не очень большие залы и довольно уютный такой комплекс, и зритель любит там ходить. И второй момент, это, наверное, все-таки хочется об этом говорить или нет, но придется, наверное, качество спектакля, который в течение уже вот этих годов, ну, как-то уже... Зритель поверил, что он знает, на что он идет. Вот примерно вот такой уровень. И он, ну, как бы любит. Все больше режиссеров сегодня говорит о современной драматургии, о том, что в театре нужно какое-то новое дыхание, современное, современные авторы. Вы согласны с этим утверждением или все-таки нет? Да, конечно, но это всегда надо что-то новое. Я не сказал бы, что сейчас почему-то больше, чем 80-е или 90-е, или я не знаю, какие года. Все время. Ну, если вопрос стоит в том, что хорошие старые или хреновые новые, то я выбрал бы хорошие старые. Что из хорошего старого вы выбираете? Ну, всякие, всякие хорошие. Русскую классику? Да, конечно. У нас сейчас играется Гоголь, Мертвые души. Мы были с этим спектаклем в Питере недавно. Хорошо прошел спектакль. Есть спектакль по мотивам Чехова, по двум рассказам. Это то, что сейчас идет. И, возможно, будет еще один классик русский, но я пока от суеверия не хочу говорить. Суеверия, что постановка не удастся? Ну, просто, я думаю, зритель, может, даже поймет, что есть некий автор и материалы, где не хочется лучше не говорить. Как шотландская пьеса у Шекспира. Да, все, не будем. Гоголь, это же Мертвые души, это же совершенно не описано, не в форме сценического произведения. То есть вы, получается, сделали из Мертвых душ пьесу. Да, это не мой спектакль, это спектакль режиссера Хенрика Томпера из драм-театра. Но у него такая довольно интересная идея, как он это все придумал. И я говорить не буду. Время мало, пускай придет. Потому что лучше один раз увидишь, что сто раз услышат. Насколько легко дается перевод русской литературы? Потому что это же, по сути, нужно написать новый текст. Перекладывая какие-то культурные особенности, какие-то языковые особенности. На самом деле не особо. Потому что мы все-таки соседи. Я имею в виду Россия и Эстония. Они и были, и будут соседями. И все-таки быт и ментальность у нас есть представление. В особенности, может, даже у нас, у эстонцев, больше представление о ментальности русского духа, скажем. Потому что страна маленькая, и маленький, большого всегда больше и лучше знать, чем большой и маленького. Поговорим о кино. В прошлом году фильм «Мандарины» с вашим участием дошел до последней стадии отбора в премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Теперь Эстонию представят ваш фильм «1944». Важно, чтобы он добился такого же признания? Или уже важно, что он дошел, попал в... Если по-честному, я был очень рад, когда услышал, что эстонская комиссия, там довольно разные люди были. Их, по-моему, 6 или 7 или 8 человек. Что они единогласно проголосовали за то, что именно этот фильм был номинирован с эстонской стороны. Я был тому уже очень рад. А тут все остальное уже... На самом деле, да, да, да. Уже от нас не зависит. Я знаю, что и вчера, и сегодня, и завтра как раз идут первые просмотры фильма в нескольких кинотеатрах в Лос-Анджелесе, в Голливуде. И от этого уже что-то зависит. Потому что, как я знаю, по-моему, 10 декабря к этому времени уже будет понятно, будут названы те то ли 9 или 10 фильмов, которые идут уже, ну не шотлист, а ну как бы вот этот первый, в первую стадию. Говорят, что после того, как картина снята, она начинает жить своей жизнью. Это довольно интересно, переживать с ними вместе. Вы говорите, что сейчас идут просмотры в Лос-Анджелесе. Волнуетесь? Ну, пытаюсь не думать об этом. Но все же волнуетесь? Ну чуть. Все-таки хочется, наверное, попасть в десятку лучших. Последний вопрос хочу задать. В нашей стране вообще полнометражные фильмы появляются довольно редко. Не так много режиссеров снимают полнометражные фильмы. Это связано с тем, что нету школы кинематографа или связано с тем, что нету бюджета? Нет, я думаю, что нет бюджета. Я думаю, что нет бюджета. И даже не то, что нет истории или сценарий, они всегда найдутся. Ну, пока еще денег не так уж много. Но все-таки от трех до четырех, до пяти фильмов все-таки в год делается. И я думаю, для нашей маленькой страны это не так уж мало. Ну что ж, Шельман Юганин, режиссер Линна Театра, городского театра. Еще раз поздравляем вас с юбилеем. Был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, что пришли.